Ребята, а вы до этого были знакомы или здесь познакомились? Здесь познакомились. Здесь познакомились? Да. Вы что, так подружились? Да. Они не умеют наигрывать страх и радость, плач и смех. Они – дети. И уже сегодня в пункте временного размещения они могут по-настоящему окунуться в детство, в котором есть все – игрушки, сладости и друзья. У нас есть в нашем пункте временного содержания, там последняя палатка, там есть все для детей, игрушки, велосипеды, самокаты. Печенье, конфеты и мармеладки – настоящая сказка для любого ребенка. Эти вкусности по-настоящему зажигают глаза детей, а улыбку делают еще ярче. Вкусненько, постоянно апельсины, яблоки, бананы. Каждый раз разное. Дети приходят, говорят, конфет каких-то. Конечно, мы идем вместе за ручку к волонтерам и все просим. Закрыть глаза, заткнуть уши и бегать – естественная защитная реакция среди детей. С такими ситуациями сталкиваются психологи пункта временного размещения. Но ни одного ребенка специалисты не оставляют без помощи. Когда мы проработали с ним, почему нельзя закрывать уши или глаза, и как органы чувств наши помогают и подсказывают, где угроза, опасность реальная, а где она надуманная, и почему наш мозг иногда подменяет это все. До этого он не мог понять этого и разобраться. А сегодня, когда уже после проработки ребенок понял, почему ему нужно давать органам чувств, все-таки контролировать, видеть происходящее, у него уже сразу пошло улучшение, и за этим ребенком будет дальнейшее наблюдение моих специалистов. Уже даже после первого приема у психолога дети и их родители не приходят на повторный прием. Помогли с первого раза. Но не только моральная поддержка необходима жителям из сопредельного государства. Не было холодно, дали куртку. В любое время человек может подойти, получить какую-то помощь, перевязку, укол, получить обезболивающий, померить температуру, померить давление. Одели, обули, согрели, накормили, дали все необходимые вещи. Все как дома, даже уезжать не хочется. Так говорят те, кто находится в пункте временного размещения не первую неделю в ожидании родных. Словия, в принципе, даже позволяют столько времени прожить. Конечно, конечно, это очень хорошо, очень изумительно. Лучше, чем дома, как родственников приняли. Разнообразные фрукты, блины с джемом, салаты. Кажется, что это меню в кафе. Но и эти блюда дают жителям ПВР. Питание очень хорошее, очень хорошее, потому что здесь и домашняя курица, и лапша, и первое, второе, третье. Питание обалденное. Не то, что нормально, а обалденное питание. Оставаться добрыми и открытыми не бросать в беде человека. Главные правила волонтеров – пункта временного размещения. Екатерина Скляренко, Белгород Медиа.